Водолазы МЧС за сутки подняли со дна Черного моря 1050 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба Севастопольского управления чрезвычайного ведомства. Работы проводились в акватории бухты Гильзовой. Очередные опасные находки поднимали с глубины при помощи заполненных воздухом понтонов. После этого их отбуксировали в соседнюю, менее обрывистую голубую бухту. Когда боеприпасы вынесли из воды, их погрузили на спецтранспорт и доставили на полигон для ликвидации. Проведение работ по мониторингу и предупреждению подводных потенциально опасных объектов, в акватории бухты Гильзовой, уже проводится на протяжении трех лет. Данные работы направлены на недопущение несанкционированного взрыва боеприпасов, а также с целью недопущения несчастных случаев с отдыхающими. По данным пресс-службы МЧС России по Севастополю, за лето и половину осени в бухты Гильзовой спасатели нашли более пяти тысяч грозных артефактов. Артснаряды, минометные мины, ручные гранаты, взрыватели как немецкого, так и советского производства. Для поиска столь внушительного арсенала водолазы спецотряда МЧС совершили 541 погружение, обследовали более трех гектаров морского дна и провели под водой 820 часов. Отмечается, что работы в акватории самой насыщенной взрывоопасным наследием Великой Отечественной войны бухты планируется до конца октября.